Сегодня у Рогачёвы распачались мероприемства, промеркованные до 75-ти годы вызволения города от нацистских захопников. И они будут проходить на протягу трех дней и завершаться исторической реконструкцией Рогачёвско-Жлобинской наступальной операции. Город на Днепром наведал наш корреспондент Олег Синцеров. В угле Рогачёв, подчастливая чины, вызволяли двойцы. Первый раз, 13 липня 41-го года, калей 63-й страховый корпус Леонида Петровска форсировал Днепр и вошёл у город. На один месяц, один день у Рогачёвы снова была одновлена советская улада. Гэта была первая значная перемога подчастной войны. У другой раз Червоная армия вызволила город уночь на 24 лютого 44-го года. До боев на этом направлении оккупанты рыхтовалися. Их передний край был на высоком, до 15 метров берези раки, где узвелищие и некольки линии траншеи с мостными огневыми кропками. И до того тонкий лёд гитлеровцы постоянно бомбили, что повинно было замородить наступление Червоной армейцев. Правда, наступать на этом направлении советские войски не стали, а обошли ворога с флангов, что дозволило заховать тысячи солдатских життёв. Если бы идти в лоб, тут вот брать Рогачёва, это самое, кажется, страшное дело. Это надо было на обриву, на это обрезеневши, как это было у этом самом Азеранах. А там это самое, здесь были можно обходным манером. Практически, когда наши вошли в Рогачёв, уже немцы практически его оставили. Они ушли за дручь. После вызволения Павдневой и центральной частки города фронт на неконки месяцев стабилизовался. Остатняя территория Рогачёва стала советской. Только в червене 44-го, в ходе проведения Бобруйской операции, за проявленную мужность и героизм при вызволении Рогачёва, 55 солдат и офицеров Червоной армии отримали звание Героя Советского Союза. Сегодня о падениях Великой Ачины нагадывают не только помники. Будинок сучасной другой средней школы был повыдаван в 1996 году. В 1943 году он отрапил подмостный обстрел. Следы от куль и снарадов на гостинах можно увидеть еще и в наши дни. Об этом живом помнику в Рогачёве ведает напоминок каждое место в Жихар. Правда, экскурсивные маршруты по местам боевой славы, другая средняя школа не включена. Непосредные для навучанцев установы гэтая святки паде Великой Ачины, элемент выхаванья, калей об истории города можно мерковать не только по фотосдымках. Максим, по этой причине школу у Рогачёве называют узорную в плане патриотичных выхаванья. У рамках святкования 75-й годовины вызволения города больше 200 навучанцев стали членами пионерской организации и БРСМ. Непосредные официальные мероприемцы начались с урочистых шесть и митингом на городском мемориале военной славы. Терут у деньку мероприемцу просунки российской туры. У рамках военно-историчной экспедиции они проходят шляхами войсковых частей, которые сначала обороняли этот город, а потом вызволяли Рогачёву. Третья армия, 50-я армия, которые от Тульской области последнего рубежа обороны дошли, в феврале 1944-го освободили город Рогачёв, захватив стратегический плацдар на берегу Днепра. Также мы занимаемся поисковой работой. Это документы на героя Советского Союза, сержанта Алексеева. Он на реке Проня получил вторую медаль за отвагу. А в боях за город Довск и выход на берег Днепра получил третью медаль за отвагу. Командир полка полковник Кругляков, видимо, после третьей медали за отвагу, взял и написал после освобождения Рогачёва, предсвоить звание героя, прошу. И это было сделано. Мероприемство на годы 75-й годовины вызволения у Рогачёве завершится. У неделю военно-историчной реконструкции Рогачёвско-Жлобинской наступальной операции по идее, что отбывались на этой территории белорусской земли в 1944-м годе и сегодня представляют интерес для всех прихильников истории Великой Отчинной. Олег Синчеров, Вадир Игапанько, телерадио «Компания Гомель» за Рогачёва.